Издательство «Бомбора». Океан книг. Ольга Савельева. «Легче. Как найти баланс в жизни, если всё идёт не по плану?» Читает автор. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании «Мета», запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Введение. Однажды директор моего издательства, в очередной раз увидев девятую книгу Ольги Савельевой в плане на издание, поскликнул. «Что? Опять?» По свидетельству очевидцев, он, вероятно, имел в виду «Что так часто?» Мне рассказали об этом, когда я писала уже десятую книгу. И я подумала, так и назову её «Что опять?» Это было бы забавно. И несколько месяцев книга жила под этим рабочим названием. Но в процессе работы над текстами я передумала. Эту фразу «Что опять?» обычно восклицают в ситуациях, когда постоянно повторяется что-то нежелательное. Ну, например, заболевает ребёнок, срывается отпуск или ломается стиральная машина. А моя книга — очень даже желательное и долгожданное событие. Немного рассказов, в которых я справляюсь со своими страхами, закрытыми шлагбаумами, комплексами и заплесневелыми детскими травмами при помощи психолога. Когда люди читают о моих проблемах, узнают в них свои. Пишут мне «У меня было так же». Получается, что я, распутывая свои клубочки проблем и рассказывая об этом публично, помогаю их распутывать и другим. Однажды кто-то из читателей моего блога подколол меня. «Ольга, а ваш психолог знает, что в вашем лице к нему на приём приходят сразу сто тысяч человек?» Я подумала, что если мои инсайты, пойманные во время терапии, так полезны другим, то почему бы ими и не поделиться? Мне не стыдно быть обычным живым человеком, который запутался в чувствах. Я пишу честно о том, что внутри. Это не так просто, особенно если внутри ни одного розового единорога, но много всего сложного и труднообъяснимого. Я пишу об этом просто и весело. Вот тут пишу «Мне было стыдно», вот тут «обидно», а вот тут «приятно». Люди читают мои тексты и говорят «Спасибо, мне полегче». Поэтому с выбором нового названия проблем не возникло. Прямо визуализирую того покупателя в книжном магазине, который говорит «Мне легче». Так он скажет до прочтения и, дай бог, после. Это моя десятая книга за пять лет. Мы живём во времена, когда писателей стало больше, чем читателей, и за внимание людей нужно бороться. И тот факт, что существуют люди, которые ждут выхода именно моих книг, бесценен. Когда мой синдром самозванца заводит свою волынку «Да кому ты нужна, да ничего не получится, да ты бездарность», я в ответ кидаю в него цифрами продаж. «Вот тебе, съел? Нужна! Больше двухсот тысяч раз нужна!» «Спасибо. Вы дарите мне крылья и помогаете верить в себя. Мне легче от мысли, что вы рядом. Надеюсь, вам будет легче на душе от этой книги. Нам по пути». В одном фильме главная героиня, известный в городе полицейский детектив, самостоятельная красивая женщина, которая одна растет сына аутиста. Муж погиб, сын уже взрослый. Ну, то есть ему около двадцати, но при этом жить без сопровождения он не может, потому что живёт как бы в своём мире. Может, например, не понимая, что делает, взять и раздеться на площади или достать бутылку молока и вылить на пол в магазине. Однажды парень даже залез в загон к соседским, вполне агрессивным, рогатым быкам. А сосед, не зная, что он болен, прибежал и кричит. «Эй, ты что делаешь?» Мама влезла за сыном в загон и кричит в ответ соседу. «Я сама разберусь!» И машет, мол, «Отстаньте!» Это было грубо. Вечером она пошла извиняться с баночкой вишнёвого варенья. «Понимаете, у моего сына аутизм». «Простите, я не знал», — сказал сосед. «Да ничего, как говорит моя мама, просто не повезло». Однажды я писала текст в поддержку одной девочки, которая боролась с раком. Её мама рассказала их историю. И история была очень пронзительная. Всё было хорошо целых 10 лет. Счастливая семья, здоровый ребёнок. А потом всё сломалось. Прямо в один день. Было лето, они собирались в отпуск. Девочке резко стало плохо. Тошнота, ходить не может. Врач на скорой сказал страшное, похоже на детский инсульт. «Господи, так бывает!» Ужаснулась мама. Они поехали в больницу. Мама закрывала дверь и увидела в комнате чемодан. Он лежал, как бы распахнув пасть. Из него торчали платья, купальники, сдутый круг для плавания. Маме очень захотелось, чтобы это недоразумение скорее закончилось. Они вернулись бы домой, собрали чемодан и на море. Детский инсульт не подтвердился. Но нельзя сказать, что это хорошая новость, потому что оказалось нечто еще страшнее. Это было новообразование в головном мозге. На календаре суббота. А у них билеты на море в среду. И вот мама рассказывает. «Я никак не могла воспринять эту информацию. Помню, спрашиваю врачей. «А вы до среды успеете?» Они не понимают, о чем я. «Что успеем? Прооперировать?» А я «Нет, выписать нас! Нам же в отпуск!» Потом какой-то врач понял, что мама не в себе. Прямо встряхнул ее за плечи. Говорит, «Мама, очнитесь. Отпуск отменяется. В понедельник или во вторник срочная операция. Ваши дочери распилят черепную коробку и попробуют удалить новообразование. Что будет дальше, зависит от того, доброкачественное там образование или нет. Никто вам сейчас никаких гарантий не даст. Вам остается только молиться. И отменяйте уже свои путевки». Но мама не могла отменить. «Путевка» — это будто символ той обычной жизни, в которой в качестве проблем забытый зонт и прокисший суп. А вот эта новая страшная жизнь, где ее бледную испуганную девочку готовят к операции, берут бесконечное количество анализов, это сбой в матрице. Это, ну, как мама говорит, мы не заслуживаем такого. Там сверху в небесной канцелярии что-то просто напутали. И она все время ждала, что сейчас там разберутся и вернут нам наш прокисший суп вместо трепанации черепа. Мама не отменила тур, а перенесла. На месяц. Потом еще на месяц. Потом еще. Потом еще. Продолжение следует...